алло доброго ранку чисто информационный я помню что вы хотели себе доджорни заказать мы сейчас как раз видос про него снимаем и интересно мнение человека который вот просто мечтал о таком автомобиле и наконец-то уже купил не купил в смысле купил пони да ладно что скажете про джорни ну да за свои деньги топчик друзей всем доброго дня у нас и видосик про джорни особо быстро для меня это автомобиль за свои кошки машина найкраща в своем классе чему тому що за 12 13 14 тысяч ничого подобного за ці кошти кроссовера просто не знайте тобто джорни якщо роздивлятись як би я ненавидів американців але джорни це топчик смак історії сьогоднішньої в тому що заявлено що автомобіль був злегка придавлений причавлений в Америці всього один раз але що ми побачили коли автомобіль приїхав до нас і з'ясували скільки раз він був вгепаний саме про це сьогоднішня історія так смотрим на джорник с четырьмя дтп но продавец заявляет что было одно дтп незначительное крыша вся в ямках тычочки со всех сторон то и потыкав капот понятное дело крутили подкапывали крыло лопнутая передняя телевизор подрезали резали что-то пытались выровнять лопнута еще трещина короче по-хорошему менять надо усилитель заломанный заломан нормально упирается в радиатор радиаторы поменены обрезана крышка чуть-чуть на саморез прикручена нормальное явление бампер немножко висит почти палец можно всунуть видишь смотри это царапинки вот так вот у всех из-за того что вот так вот выходят ремень не успевает уйти и они дверью его прибивают в пирак и все очень много таких аккуратных людей кришка нету чувствую друзи а тут есть склизкий момент пробки дуже часто заворачиваю дуже сильно саме для того чтобы вы туда не подивилися и не подивили не побачили проблеми чи є там проблема чи нема можно подивитися зняв кришку а коли вона сильно затягнута все може відвернути уваги і туди ви вже не повернетесь тому коли кружка кружка кришка сильно затягнута зробить так щоби відчинили так 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 не подсматривай я это самое сиеру вспоминал помнишь сиеру ford вспоминал прикольный скорпио или фиерра там сказали в комментариях что я даже эту машину не застал как ты думаешь сколько мне лет сколько почти 40 блин сиеру я застал 38 ты шо охерел блин то есть телевизор под замену усилитель под замену видел да подумал что мне показалось изначально оказывается нет чуть сильнее наклонить не то снимаешь наконец-то ты понял о чем я о ты знаешь что вообще мы автомобиль снимаем это там автомобиль я говорю он железяку подсними а ты шо снимаешь а радиатор то что кривой ты видел видишь они вот такие вот это блять ни хера ты не видишь все иди друзья тут треба пояснення наши оператори вони недоліки автомобилев знімают кожного дня вони чудово розуміють куди дивиться але вони не бачить того чого башу бачу наші эксперты ну тобто очевидні речі для экспертів дуже неочевидні для інших людей тому цьому треба приділяти дуже ретельно увагу так по карте здесь все хорошо по прийому от это от ремней нормальное явление не критично ремень подымается очень поганенько очень надо смотреть безопасность есть бачиш тяки порядок битый а отца просто це просто не стык фарба свежий явки це якесное фарбування да а ну интересно у сергея викторовича тут так же или не не у вас тут нету ступенечки а у вас есть а у нас есть да классно вам да хто в тимі той зрозумів що не так з цим автомобилем але хто не розуміє я поясню оцього переходу фарби в його не повинно бути взагалі тобто коли автомобиль фарбується кузов фарбується відразу цільним і так що переход наплив фарби і так ярко віддертий скотч ну зараз погане освітлення тому цього не видно ця запчастина фарбована хоча заявлено що там все на тільки вперед трошечки зовсім трошечки і зроблено чуть ли не з оригінальних матеріалів але далі дивимось так двери тут я не вижу чтоб отнимались впереди тоже не вижу чтоб отнимались так по проєму все хорошо здесь тоже хорошо по двери есть вот такая царапина под ручками тоже есть царапины и по ребру тоже есть вот такие вот сколы не критично но есть так здесь все норм ремень здесь работает он хорошо подымается но он не срабатывает но подымается хорошо здесь наоборот спереди срабатывает плохо подымается здесь как бы не срабатывать задний бампер стоит не в зазоре красилась есть шпаклевка угол тут не пробивается не пробивается так оно пластиковое или как этот уголочек так стекла 2003 года так на крыше есть много мятин ну штук наверное 10 есть типа как от каштана попробую поймать задняя крышка крутилась резина все уже миш какая хорошая и 7 лет шо серьезно да блять как тебе так здесь докатка здесь донкрат нож лежит кого-то резать хочет может за грибами ездить по грибы грибник с этой зато какой пластик красивый и в почти не поцарапанный но крышка снималась по ходу и даже не меняли идем дальше это сполируется царапина должна по идее так это тоже крашена здесь есть кусок шпаклевки не критично но есть крыло украшено я попробую поймать не поймать под полированная подкрашена этот банан вот попробую поймать мятины на крыше раз он ярик 2 но их тут много под каждым углом индивидуальная мятинка так по карте все отлично все хорошо так двери тут тоже не вижу шупа не откручивались так ремень также не срабатывает подымается хорошо эти штучки тоже ломаются часто когда их снимают и кто не знает как они снимаются они вот так отломаются и потом назад их ставить сложно а ну работает ремень проверили нет ну короче как как-то он не не полусрабатывает ну то есть машины не вылетишь но еблом ударишься ой это ниша еще должна сниматься по идее вот это а это тоже у тебя отвалилась кусок до обесшумки или что да но это может быть ändig машину тут-то люди посмотри как дворники должны правильно стоять то сегодня так дворник не стоит значить и блин это обтекание турка турист причем он лишь не защелкнут а он выпадет почини человек так он не одевать попробуем сплатный ремонт даже фигня двери крашена да да они подло поламывали вот эти штуки когда снимали у него такие они под лаком то есть бы сказать что он сплаклевка есть я не вижу они под лаком и еще с крышей вопрос они все такие не это самое не ординарные неравномерные то но мы же не шум тут какую-то найдем это ничего не нельзя с нами все поверх нема тут коры там все надо откручивать ну и ладно а ну слышишь вы пока там смотрим под разбери тут багажник пришибут конечно так спереди безопасность смотрим тоже еле поднимается надо с ремнями смотреть шо с ними но работает что-то я не вижу год год ремней не вижу не левый случайно даже ну где-то должно но тут должно быть конечно где-то ну да или тут но не тут не тут не там не здесь нема не бачу увидишь тут должна быть надпись спаси и сохрани есть вот такая вот длинная мятину сантиметра два попробую поймать вот она короче тут шпаклевка там шпаклевка со второй стороны тоже шпаклевка они с завода так идут как ты думаешь захочет клиент еще смотрит дальше эту машину но нам интересно может посмотрим можно поднять родители пола быстренько читать ее точно нет сейчас позову спрошу бабушек возить своих нельзя он тоже видишь срезали стекло и камера не передаст на тут уже до металла продрано и я сверху просто мазнули герметиком вот этим черным ну в принципе уже неплохо могло и этого не быть значит телевизор он паянный клееный его под замену вот следы ремонта он пайка плюс усилитель посмотрите на этот усилитель он упирается в радиатор и усилитель надо под замену этот усилитель никуда не годится цена питания ну телевизор в районе 200 долларов усилитель в районе 100 долларов и плюс этот усилитель он не прикручен нет болтов вот идите сюда посмотрите покажу видите красную пяточку он там должен быть болт там дырка там четыре болта должно быть по пятке один есть 2 есть а вот здесь вот с другой стороны нету не факт надо ставить ее на стенд и смотреть как пока нас насколько может ее тянуть там надо может не мне просто так это все тут помимо удара еще были удары а это поменять сразу усилитель вот это вот все телевизор сразу это все на замену удар был по жопе еще но сейчас я посмотрел удар был по жопе шпаклевки тут будь здоров это все перейдутая под лака вся сторона перейдутая под лаком 700 300 тысячу сделай с той стороны также здесь так же сам ну по жопе она больше и по жопе из переда получал и крашенными крашен просто есть эти покрашены так все приходят потеки потеки это ерунда не делаешь не в потеках то есть как бы дело в том то что когда на заднем на основном кузове есть шпаклевка это очень плохо очень плохо то есть пусть они будут на дверях пусть она будет на капоте на передних крыльях то есть как бы то есть это не не критично да 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 можем я загнать сейчас посмотрим на по на подъемник что там с ней было но у нее не одно дтп было то есть ее сделали плохо очень и туда если 1000 влезет это будет хорошо это приблизительно если усилитель там кусок железяка не особо там но он дорогой но но телевизор там дорогой и плющи надо посмотреть что там по жопе было компьютером да 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 сейчас по базам да сейчас я менеджеру позвоню серёга ему говорит подергай с той стороны ремень ну чтобы машину не обходить он берет ремень вот так по привычке тут не те что критично тут просто треба будет менять багато деталей в першу чергу телевизор пластиковый да вот вся вся конструкция это ну визуально вам только таким шматочком выдаются на самом деле это конструкция на весь передок на який чипляются фары решетки вот эти все все налеплено все на него плюс из-за того что телевизор паянный нерывный воно радеатори вот так сидят как сидят бачите но они радеатори вот так вот стоять кривенько ну это вам все доведеться робити бо радеатори новий але їх щоб посадить на месте они бачите вони їх трошки подогнули грубо кажучи це вам треба оцю штуку менять равняти посадочні під нього це ще додаткова робота щоб вон оця штука правильно стала бо вона поламана вона не ціла вона запаяна и ремонтована если поставить сюда целую она не станет по посадочных местах посадочные места треба будет равнять это не будет там 300 400 500 долларов это если делать так как бы я для себя пробиваться на багато більше стали тут съемка видео запрещена меня снимаешь нет нет вот сейчас его подумать на подъемник но я ее уже не рекомендую ну вот песник у меня киды ника ничего не розумею чим критично я тут не буду не робить няки процедуру чуть-чуть дотронетесь у вас все сложится такое что ты хочешь ты брать вообще машинками занимайся или чем клипа снимать на работа лесна цвета не было классно вот и закончился осмотр не рекомендую в украине дуже часто вимикают свитло и ничего страшного в цьому нема але дуже важливо чтобы его выключали по графику в данном випадку свитло выключили без графику справа не в тому справа в том что люди дуже сильно налаштоване взяти и купить цей автомобиль не дивлячись его снизу зараз ведем перемовины д поделиться цей автомобиль бо якщо він такий зовні шо ж там снизу приятность вырубили свет здравствуйте нет сейчас не занимаемся не работаем не работаем сейчас не занимаемся да то блять хватит меня сейчас подожди оператор которому нужны курсы скажите нужны курсы привет 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 про крышу помешка кантона говорит а крыша крыша так уж не пытали что с крышей а ты шо работаешь я вижу я вот вижу тебя постоянно когда я в офисе я вижу тебя постоянно возле себя чем это связано стесняюсь спросить по поводу огляда не знаю на когда это все будет закончиться будет записываться на очередной раз на подъемник и вы подумайте учитывая то то что еще торгуемся на еще и учитывайте то то что мы торгуемся с мы с этими продаванными я бы продавала такую машину я бы подавилась на рынок и сказала нет ну я найду другого дурочка який мене купить за цю суму яку я ей выставил потому что я знаете 50 не знаю что я понимаю понятно дело что эти машины этого года они но все зависит от комплектации от пробега введите от обеспечения мы не знаем мы можем только сейчас догадываться и предполагать не видя даже машину по низу люди дуже сильно налаштоване його придбать ми кажемо стопе треба подивиться автомобиль снизу ботам снизу може бути безліч 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 и безліч сюрпризов те что тягнуть за собой всякие витрати поки ми домовляемось я зараз вам покажу один малесенький автомобильчик а потім скажу за скільки був придбаний цей автомобиль додж джорни десятый год треснул телевизор капот оригинал здесь я начал у него эрметик трескать крыло мененое значит по мотору мотор сухой масло минимум не знаю его или не меняли или что два трубок на гидроусилитель шланга немножко потеет потому что видно сверху антифриз у него чистый гидроусилитель обочок минимум на коробке земля какая-то мотор сухой спереди и сзади бампер тоже крашеный резина АТ Нормозные диски ржавые но в принципе еще могут поездить только целая крыша тоже целая карта двери целая машинка десятого года это еще дорест такой вот руль круиз есть щиток такой у него сиденья неподратые нормальные ремни рабочие потолок в принципе чистый у него там есть какие-то пару пятнышек проемы целые пороги тут затлеены так дальше фонари целые фонари не победные не поломанные еще подсветка здесь есть не хватает здесь заглушки крышки в ляде тут уже царапинки как бы это нормально бампер целый есть тоже на нем царапины на погрузочные так этот фонарик тоже целый есть там внутри мусор бампер задний крашеный так тут тоже суппорта красили с колодками диски вот тоже начали надуваться так вот до цены цего автомобиля цей автомобиль був придбаний за 7700 долларов це був такий тупо низ ринку це просто фарт якщо знайшли підфартило якщо не знайшли вибачте я дуже не раджу игратися в цю игру но те кто рискуют иногда таки что по низу ринку выхватываешь вот такую бубочку враховывая то что он немного ржавенький это можно еще обработать и за 7700 этот автомобиль будет еще ездить долго и счастливо а сейчас давайте вернемся и посмотрим что внизу в этом автомобиле так смотрим мы на подъемнике разовый смотр джурни уже эта машина была не рекомендована приобретение но человек все равно хочет ее купить не знаю а с кого еще это убедит лонжерон тут сломан подломан амортизаторы амортизаторы да задние амортизаторы по жопу в принципе все все они трухлявые они тоже трухлявые они все оторваны от обоим этот вообще я когда шатаю он расходит колесо вручную просто шатаешь это представляю машину так вот этот стучит плавающий с той стороны аналогичная ситуация вот с этой стороны посмотрите я тут покажу да в сторону отдували монтажной пеной сюда тоже прилетало вот залом лонжерона тут саморезик выскочил тут есть слегка налет ржавчины здесь тоже есть налет так сходил за толщинометром просто интересно ну тут видно что колхозная сварка это все ремонтировались с этой стороны заломанный лонжерон рихтованный 928 короче это кошмар а ну поклацаем шо там ага это шпаклевка грунтовка со шпаклевкой пятьсот восемьдесят семьдесят девять вот так вот где-то должно быть да проволоки да сварочные да сварочная проволока вот она короче это мрачный автомобиль короче блин а по передку стук в левике слева слева когда колесо ага подушка двигателя нижняя да ого я понял плюс этот целендлок цей автомобиль спочатку вартував десять тисяч восьмсот доларів після всіх цих недоліків хлопчина що продає цей автомобиль каже десять с половиной мінімум за що я готовий його віддать відверто кажучи ми не радили цей автомобиль навіть на поверхневому огляді бо дуже-дуже багато недоліків щоб їх усунути треба вкинути туди безліч грошей нам невідомо чи купили люди цей автомобіль чи не купили це був разовий огляд є підозра що купили але ми цей автомобіль не радили на сьогодні все друзі з вами був Микола Тарануха Київ компанія Один автор всім удачі на дорогах всім пока-пока я би акцентирував внимание на моторі 3.6 потому что вот этот мотор он і є душі он і с полным приводом 2.4 в основному передний привод і якщо автомат понимаєте що автомат он 4 ступенчатий це технологія прошло века она уже устарела она этот 2.4 будет жрать как лошадь он топливо это будет глотать канистрами и короче вот если есть возможность взять 3.6 рассматривайте Dodge 3.6 рекомендация от меня 2.4 может жить но готовьтесь тому что он жрет практически так же а едет нифига не так же и плюс вот этот вот автомат это не автомат все теперь у меня уже все теперь я пошел отчасти просто некрозний у до у beginnen до до до